Всем привет, друзья! Вышли на прогулку с собакой. Вот такая вот у нас собака по кличке Цой. Смотрите, вокруг никого нет. Это город Киев, район Троещино. Вообще вокруг практически никого. Можно спокойно освободить от вот этих вот оков и от вот этого вот предмета. И собака теперь может спокойненько побегать, поплавать в озере, которое рядышком возле нас. И вообще собакам это очень сильно требуется. Если вы заводите собак где-то в таких местах, где вот, например, в центре у нас в городе Киеве, в центре, там практически водоемов нет. И очень сложно, если нет хороших больших парков, то очень сложно с какой-нибудь такой крупной собакой проводить где-то время. Так просто по дворам ходить где-то и выгуливать, с кулечком подбирая какашки и как бы по сути нигде даже не отпуская собаку. Что с этой собакой будет через несколько лет, я даже не могу представить. Но как бы я думаю, что у нее начнутся какие-то пролежни, как бы какие-то болезни. Так что, в принципе, вот такие вот дела. А мы вот находимся между Троещиной и Днепровским районом. Здесь мест достаточно много, здесь огромные стоянки вокруг. Потому незастроенных мест здесь большое количество. Посмотрите, как он радуется, как он... Ты какой кабанчик мой! Да, да, скажи, покидай мне палочку, да? Оп! Оп! Та же. Подожди, не потащи хотя бы меня. Вы тоже, друзья, кто любит животных, подписываемся на канал. У меня, в принципе, канал не только о животных. Я часто катаюсь на велосипеде, показывая людям новые пляжи. Как бы так, вот такая вот жизнь у нас сейчас в данное время в Украине. Мне очень сильно интересно, с каких городов меня смотрят или же со стран. Напишите комментарии. Даже если вы и переселенец, и уехали, все равно напишите. Это будет очень полезно. Да, 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 ты мой маленький. Да ты что, какой ты, какой ты. Как ты любишь немножечко об травку почесаться. Но когда он вот так вот ляжет где-то в грязь какую-нибудь, такую именно песочную грязь, вот это, конечно, полный ужас. А когда вот так вот на травке, это просто и мне никаких проблем. Стирать потом не нужно. И собаке, в принципе, как бы в спокойствии. Что, смотрите, чистенький. Только максимально, что может клеща какого-нибудь подцепить. Что любишь палки, грязь, палки, да. Да, друзья, у нас сейчас такая ситуация, что вообще капец. Что в Киеве, что где угодно. Хотел бы еще тоже с вами порассуждать, кто с каких городов. И как у вас вообще проблемы. Не проблемы, а точнее вообще, как у вас с законностью. Как у вас с ТЦК работы, как бы как обстоят дела. Именно конкретно, конечно же, тем людям, кто не воюет. Кто мирный человек, кто как бы не занимается войной. Например, там донатить или еще что-то, это одно дело. А вот именно, не знаю, мне кажется, что вообще вот то ли какая-то карма, как бы то ли я что-то верю в такие какие-то моменты, что то, что сейчас происходит, не хочется участвовать в этом напрямую. А напрямую участвовать, это соответственно как? Это идти туда, брать оружие в руки и делать то, что говорят. Как бы многие люди пошли на это. Осуждать их мы ни в коем праве не можем, так как напали не мы, на нас напали. Но сам факт, что сейчас происходит такое, что в нашей стране, что рядышком возле нас другие страны. Я не могу просто этому объяснить, этому процессу. Никакие вообще нас ждут на законодательном уровне, какие нас моменты ждут. Хотят сделать у нас в Украине платные дороги. А в принципе их уже и делают. Уже я думаю, что недолго осталось до этого. И много всяких моментов поднятия также электроэнергии. Вот интересно, как вы вообще на это реагируете, на поднятие электроэнергии. Что в стране как бы вейсковый стан не военное время, а при этом же идут вот такие вот тарифы повышаются. Хотя работ в принципе как бы, ну работ достаточно в Украине. Но как бы все-таки поднимать я считаю, что это совсем не время. Так как всеми нашими энергоресурсами, кто владеет нашими всеми энергоресурсами? Мы с вами разве? По конституции Украины записано, что мы с вами как бы владеем природными надрами. Но владеют совсем другие люди. И вот это вот именно и обидно, что на войне зарабатывают огромные деньги. Именно на ресурсах. Еще даже не знаю, как будет с газом. У нас-то в принципе мы живем в квартирном доме. У нас, например, как бы мы газа много не потребляем. Даже у нас в принципе счетчика нет. Но даже если у нас и будет счетчик, то в принципе много мы газа никак не будем употреблять. Это как у нас там плита. А люди, которые будут отапливать газом на дачах, в больших домах двухэтажных. Вы представьте, какие будут у них счета. Вот я просто не представляю даже, как они будут жить эту зиму. Если им вот так вот поднимут сильно тарифы. Да, вот так вот я вышел с собакой погулять и решил с вами немножко пообщаться. У меня бывает вот так вот нахлынувает. Как-то что-то. И приходится задуматься о своей жизни. Сейчас я тебе побросаю. Давай, давай. Я вижу, что ты хочешь, чтобы я тебе побросал. Давай, давай. Нужно немножечко уделить время и собаке. Давай, давай, давай. Давай, давай, Цойка. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед. Вот такой вот у меня потеряшка. Смотрите, вот палка упала совсем недалеко от него. А он вокруг бегает и ищет. Вот такие вот собаки. Они не всегда находят быстро палку. И вообще они даже сильно как бы так и приносить ее не сильно хотят. Хотя, если, например, я так думаю, овчарка какая-нибудь бы немецкая или там какие-нибудь другие породы там из охотничьих, я думаю, что они с удовольствием бы приносили бы палку четко. А эти собаки такие, смотрите, пошел себе бродить, короче, и все. Почувствовал где-то запахи девочек, поставил метки. И все, больше его ничего не интересует. Цой, ну что ты, что ты? Вот я не понимаю. Вот ты взял палку, принес ее и бросил. Что это такое? Что это такое? Цой, играть не хочешь? Солнышко? А, я понял. Ты в тенечке стал, скажи. Скажи, иди сам на солнышко, да? Вперед. Опять бросил на солнышко, сейчас посмотрим, какая будет реакция. Давай, давай, давай. Неси сюда, давай, ко мне. Смотрите, берет, хватает, падает, хватает, падает. И все, и в тенек сразу же. Я понял тебя, понял. Сейчас пойдем покупаемся в речку. Понял твой настрой. Но тебя нужно обязательно привязывать. Если же я этого кабана не привяжу, он уплывет на другую сторону речки. Ну, как бы не на другую сторону, но дальше середины точно уплывет. Я всегда боюсь, что он может там что-то где-то случиться с ним. Как бы, что утонуть может собака. Реально может утонуть. Потому что, сами подумайте, он просто берет, уплывает и не слушает вообще тебя. Вообще. Когда он в воде, то он в воде неприкасаемый. Неприкасаемый. Его трогать вообще нет смысла. Он ни на кого не реагирует сразу же. Вот такой вот кабачочек. Что, в болото пойдем поплаваем, да? Подожди, подожди, подожди. Давай я тебя привяжу обязательно. Обязательно. Хотя бы она вот такую вот. Подожди, подожди, подожди. Пойдем. У нас там есть местечко такое возле ивы. Там и тенечек, в принципе, и поплавать можно замечательно. Подожди, не тащи меня в воду. Вот у него уже вот такая натяжка сразу же стоит. Когда вот такая натяжка, это все. Это его клинит, собаку клинит. Собака хочет в воду. Подожди, не торопи, не торопи меня. Ой-ой-ой. Вот так вот, смотрите. Просто увидел воду, просто стартует. Давай, вперед, вперед. Так, теперь надо его удерживать. Пока он немножко поплавает. Давай, 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 водоросли заплыви. Любитель ты такой. Смотрите, какие у нас водоросли тут. Он как баржа будет плыть. Он эти водоросли все разроет, разломает. Ему это все дело нипочем. Вот реально баржа. Непотопляемая, непотопляемый корабль. И только так, только на привязи. Без привязи его отпускать. Был такой опыт у меня. Но не хочу больше этот повторять. Если где-нибудь бы еще, например, если бы я был бы раздетый, я мог бы за ним поплыть, то это еще одно дело. Но когда я вот так вот сижу, я в одежде, то желания у меня нет как бы стоять здесь полчаса или минут сорок, пока он там будет по центру плавать. Туда и обратно, туда и обратно. Сой, ты уже во весь водорослях набрал себе слой. Ой, такой хороший ветерок обдувает. Как замечательно вообще. На улице градусов где-то 23, не более 22. И ай-яй-яй, как обдувает. Такая температура, как будто кондиционер дует. Так, Цой, давай хотя бы немножечко сюда. Ты что-то левее немножко идешь. Давай правее. Я понимаю, что налево хочется, но все-таки давай правее чуть-чуть. Так, то есть самое главное, чтобы меня немного не терпило, когда мы будем с тобой в воду уйти. Давай, 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 плавай, плавай. Пока даю время, плавай. Ну все, ты уже неправильно поплыл уже. Запутался уже. Так, что у нас там на времени стоит? У нас стоит 13 минут, 14 минут. Ну все, в принципе, снимать нам уже больше нечего. Плавать он может и часток. Так что, в принципе, друзья, подписываемся на канал. Не забываем нас. Можем, в принципе, всегда писать комментарии. Можем пообщаться на любые темы. Пишите. Мне очень интересно, с каких вы городов, с каких вы мест. До новых встреч. Всем пока.